Всем привет! Меня зовут Алена и добро пожаловать на мой канал! Все чаще и чаще в последнее время я на обзор получаю разнообразные аудиоустройства и все больше и больше задаюсь вопросом на тему того, как мне их тестировать, чтобы вам на расстоянии экрана было понятно, как звучит та или иная колонка, чем они друг от друга отличаются, и прочувствовать вот этот кайф низких и высоких частот. Пока у меня, наверное, не очень хорошо получается, но я стараюсь, и в этом видео у меня для вас новая идейка. В общем, ребят, совсем недавно у меня на обзоре была колонка JBL Charge 2+, еще ранее JBL Charge 3, а теперь у меня портативная мини-система от LG под названием XBOOM FH6. Давайте разбираться, что это за зверь такой и для чего он, собственно, нужен. Аудиосистема внешне мне понравилась. Я поставила ее вертикально, хотя установить ее горизонтально ничто не мешает. Ножки есть и тут, и там. А сама она неким образом распределяет звук так, чтобы слушать можно было одинаково комфортно в любом ее положении. Ну, мне вот приятнее как-то ставить ее столобушком. К тому же тут диджейская вертушка, порт USB для флешки с музыкой, разнообразные клавиши для эффектов и управления. Все сразу под рукой. В горизонтальной ориентации эти дополнительные примочки уже будут сбоку. Вот что-что, а вертушка мне очень понравилась. Диджей очень любит делать скрэйч, а здесь она активна всегда. Но разница между мной и диджеем заключается в том, что профессионал знает, куда это впихнуть, чтобы звучало вкусно. Я же делала это по приколу, вот прям как душа ляжет. Так и делала. Но опять же учтите, я не диджей и музыка для меня, ну как гамбургер в Макдональдсе раз в месяц. Опустить голос нашего исполнительного числа ниже. Мы наоборот можем сделать крючком. Господа, функционал этих вертушек раскроется со временем. Не знаю, конечно, как часто вы будете ими пользоваться, но я периодически как минимум на пару клавиш нажимала. Например, когда вы будете петь с друзьями в целых два микрофона. Да, тут есть возможность подключить сразу парочку и можно не драться за статус самого трезвого певца во время посиделок. Ой-ой-ой-ой-ой, простите, конечно, я не Темникова и тем более не Бьонсе, но надо же было как-то потестить. Что показать-то я этим хотела? Да то, что голос солистки в треке можно приглушить одной кнопкой фактически, а ваш наоборот вытянуть. И при этом не обязательно искать минусовку или инструментал версию. Так что во время вашего соло на бэке обязательно будет стоять твердое крепкое плечо. Сейчас я попытаюсь исполнить для вас одну песню, которую я пою, мне кажется, со студенческих лет, со студенческой скамьи, для того, чтобы развивать свою дикцию. Мне кажется, рэп и быстрый флоу это то самое, что нужно для вашего речевого аппарата. Она немножко такая, знаете, дворовая, поэтому не обессудьте. Единственный недостаток, который я здесь заметила, это то, что полностью исключить чужой голос, а точнее голос исполнителя невозможно. Вот как не старайтесь. Ну и да, пою я тоже не очень, и это как бы минус, но не для мини-системы от LG. Еще одна примечательная особенность это светящиеся огоньки. Мини-система благодаря им смотрится либо очень по-новогоднему, что сейчас актуально, либо ненавязчиво отдают атмосферы дискотек и тусовочных клубов. Мне это поначалу очень нравилось, а вот позже, особенно перед сном, начинало надоедать. Но на этот случай подсветку можно либо совсем выключить, либо настроить какой-то более подходящий для вас режим. Их тут, между прочим, аж целых 64 комбинации. Правда, с пульта, который на самой системе, их значительно меньше. Весь сок раскрывается в приложении. Опять же, айфончики где-то вот там, а если у вас андроид, то все карты перед вами. Хочешь, миксуй музыку, хочешь, меняй режимы подсветки, хочешь, свои собственные эффекты записывай. В общем, простор для творчества. Ах да, приложение называется LG Music Flow Bluetooth. И тут есть с чем поиграться. Опять же, можете обойтись без софта. Простой пульт управления на мини-системе позволяет вам использовать одним нажатием несколько диджейских эффектов. Но совсем на крайний случай в комплекте есть пульт дистанционного управления, как от телевизора. Кстати, про ТВ. При желании и телевизор от LG с поддержкой Bluetooth, который совместим с системой, конечно же, также можно подключить. Так что эта вещь может послужить еще и домашним кинотеатром. Ой, чувство обзора получится сумбурным. Но, если честно, вообще в этой аудиосистеме по-другому нельзя. Потому что один подраздел, он как маленькая ниточка, тянет за собой другую ниточку. И в итоге получается такая вот паутинка. Камера наверняка не передает всех размеров системы. Поэтому замечу, что высоту она чуть больше 80 сантиметров. Что почти половина моего роста. А весит такой бумбокс около 17 килограммов. Мне ее привезли, поставили. И так она у меня все время и простояла, не меняя своего положения. Ну, разве что для обзорчика я ее чуть поворочила. Здесь хороший звук в 600 ватт, два встроенных 8-дюймовых сабвуфера и два высокочастотных динамика. Может, сравнение не самое удачное. В колонке JBL Charge 3 низких частот было многовато. И они чуть-чуть перекрывали высокие. А вот здесь без притворства и прекраса звучит все вот так, как надо. Чуть позже я вставлю вам парочку треков, которые были записаны на хорошую технику. И надеюсь, что это как-то поможет дистанционно оценить вам качество звука. К слову, громкости мне было достаточно. На 100% соседи на два этажа выше уже бежали ко мне с суровым видом. Однако придать мини-системе в два раза больше мощности и объема звучанию можно еще одной такой же, используя функцию Wireless Party Link. Прошу прощения за произношение. Один плюс еще один, и получается примерно 40 тысяч. Для квартирного хрущевского варианта, скорее всего, многовато. Даже не только по цене, но и по мощности. А вот для загородного дома, по-моему, просто отличный вариант. Кстати, на природу брать такую мини-систему можно только с генератором, потому что работает она исключительно от сети, и собственного аккумулятора у нее нет. Да даже если бы и был, представляете, сколько часов пришлось бы заряжать такую мини-систему. Это уже была бы практически Тесла, только в мире аудиосистем. Тесла. 400 километров, 6 миллионов рублей и 20 часов зарядки. Или сколько там. В общем, прилично. Подключать можно сразу до трех устройств по Bluetooth одновременно, с возможностью переключения треков с каждого. Напоминаю, что также есть выбор. Например, можно вставить флешку с музыкой, подключить устройство через AUX, но не 3,5 миллиметра, правда, а тюльпан. А также либо просто найти радиоволну. На этом видео подходит к концу. Надеюсь, оно вам понравилось и оказалось полезным. Буду рада вашим комментариям под ним, с вашим личным мнением, что вы думаете о этой портативной мини-системе. Поддержите меня лайком или дизлайком. Я совершенно нормально отношусь к каждому из этих знаков. Серьезно. Я за объективную оценку. Так что, друзья, удачи вам. Будьте любознательны, экспериментируйте и не останавливайтесь на достигнутом. С вами, как всегда, ваша Алена. Легко во время съемки и тяжело на монтаже. Редактор субтитров А.Семкин